Привет-привет. Ох, этот уровень. Да. Так вот. Начинается все довольно неплохо. Мы отстреливаем этих четырех дикарей. В этих вазочках есть таблеточки почему-то. Они нам нужны. Далее идем сюда. Дергаем этот рычажок. Это секрет, кстати. Эта обезьяна выкашляет нам броню. Очень мило. Итак, это одна из двух ужаснейших комнат в этом уровне. И все потому что... Да. Зомби-хит-сканеры. Здесь, разумеется, есть место, где спрятаться, но они иногда могут, скажем так, удивить. Ну и как вы все, надеюсь, знаете, они отнимают неприличное количество здоровья при попадании. Ну вот, буквально, свидетеля. Ну, вроде все. После выбегают эти дикари. Мы их убиваем. Выбираем все остальное, что здесь есть, потому что нужно банально подлечиться после случившегося. Здесь еще кое-что есть. На этой колонии висят ключи. Давай, вот, мы их с собой заберем. Потом покажу, от чего они. Итак. Справа иногда выходят зомби. Так что, нужно держать за ними взгляд. Ну и не забывать про тех, кто вылетает прямо. А тут не долетел, правда. Ау. Забием из пистолетов. Здесь можно освободить из камеры этих ребят. Но я освобожу только этого, потому что он дает здоровье, все остальные дают монетки. Поэтому, как бы это не жестоко звучало, они бесполезны. Итак. Ключи, которые мы подобрали, открывают вот эту вот камеру. Это не секрет. Просто комната с портретом разработчиков. Итак, мы приходим сюда. Зарываем ящики. Забираем всякое из них, кто упадал. И здесь будет небольшая засада. Но ничего сложного на самом деле. Просто лягухи. И немного зомби. Разумеется, зомби приоритетная цель. Так, ну все. Почти. Вот там пулеметчик. И за ним полетит птичка. Угу. Здесь тоже появится зомби. Да, на этом уровне их много. Так вот здесь можно все порушить. Забрать здесь всякое. Возьмем птичку, мы за ней все равно не вернемся. Отстреливаем наших орущих друзей. Разумеется, у нас уже стреляют зомби. Стой. Здесь появится сейчас еще. И мы движемся дальше. Здесь аккуратно. Опять зомби. Да, да, да. И так. Здесь мы видим кучу ящиков. Нам нужен еще один. Предположим, вот этот. Чтобы поставить его сюда и запрыгнуть по ним наверх. Потому что здесь секрет. да и эта броня нам очень пригодится в следующей комнате. Подберемся, что здесь плохо лежит. И, да, вот эта вот вторая ужаснейшая комната на этом уровне. Здесь сейчас появится куча зомби. И что я люблю делать. Это спамить попугайчиками. просто чтобы взрывами их как можно больше расчистила. Далее просто расстреливаем и стараемся выжить. Далее. Прятаться можно за этими колоннами, конечно, но они их умеют обходить, фелепортироваться за спины, когда появляются. И, в общем, здесь можно очень-очень быстро откинуться. Так, следующая волна в этой комнате это камикадзе. Здесь, конечно, тоже можно попасть врасплох. Ну, если достаточно хорошо контролировать, то ничего страшного произойти не должно. И это все. Да, отвратительная комната. Но ничего. Можем зайти сюда и это секрет по какой-то причине. Здесь в основном только сокровища, они нам не нужны. Не в деньгах же счастье. И не в очках, тем более. Здесь нас уже встречают. Пулеметчик. Сисдум-3. Зонби. Еще один пулеметчик. Ау. Так, аккуратненько перепрыгиваем вот здесь. И выходим в эту довольно симпатичную пещеру. Вот эту вот скалу можно взорвать. И мы получим броню. Далее. Здесь есть еще один секрет. Нам нужно взобраться вот сюда. И прыгнуть вот на эту платформу. Собственно это и был секрет. Ну теперь пора подниматься. И разумеется подъем спокойным не будет. Здесь уже знакомая нам турелька. Мы ей разумеется воспользуемся. Здесь будут вот такие вот ребята с пропеллерами. Камиказа справа. И вертолеты. Просто контролируем их популяцию с помощью фюрелей. Ничего сложного. Кажется все. И так мы теперь поднимаемся дальше. Но здесь надо быть аккуратным. Потому что вот там появится пулеметчик. И у него есть снайперки. Далее здесь зомби. И... Одинокий камиказа. Мы выходим сюда. Расстреливаем здесь всех солдат. Стараемся сильно не побеждать турельку при этом. Она нам еще пригодится. Здесь есть детонатор. Жмякаем его. Зажигаем пикформер шнур. Сходимся за турель и... Ну давай. Уничтожаем еды. Они выпускают свои снаряды. Которые могут быть успешно сбиты с помощью турели. Так что... Особой проблем они нам не доставят. В отличие от других карлсонов. Которых здесь будет... Чересчур много. Главное следите за эти и сбивайте их снаряды. Потому что они наносят достаточно много урона. Ну и про колорсонов тоже не стоит забывать. Как видите, они тоже весьма хорошо. Что значит, урон турели. Отлично. На этот раз даже турелью царило. У нас остался еще один секрет. Там нужно справиться сюда и взять вот это сердце. Да. Но, к сожалению... Так, а может быть нет. К сожалению, нам придет стопать обратно. Да, все на месте. Семпатично сделано. Музыка приятная. Уровень, в принципе, неплох. За исключением этих двух комнат. Зомби, это конечно. Тот еще. Аттракцион. Сейчас мы направляемся к последней арене. На этом уровне. И она не такая уж и плохая. То есть, да, там... Как можно догадаться, зомби тоже будут, но... Там будут, во-первых, и другие враги. Во-вторых, там будет... Особенное усиление. Мы можем его уже наблюдать. На всякий случай разобьем эти вазочки сразу. Чтобы, если что, экстренно подлечиться. И просто всех убиваем. Как правило, здесь сложности не возникают. То есть... Ну... В Йете мы, конечно, покидаемся гранатами. Серьезно, урон в этой игре действует достаточно долго и... Здесь не так уж и много хит-сканеров. По крайней мере, было до этого. Ну и все. Вот так вот. Для симметрии. Ох... Да. Как я уже говорил, уровень весьма неплох. Интересно нарисован и так далее. Ну а вот эти вот две комнаты... Я, если честно, пару-тройку раз на них помирал. Ну... Потому что... В поведении зомби есть некоторая доля случайности. Рандома, так называемого. Ну и они сносят очень-очень много здоровья. И просто можно попасть в неудачную ситуацию. Когда... Там... Выглянешь из-за... Я не знаю... Какого-нибудь колонны, за которой прятался, да? И все три или четыре зомби, которые за ней стоят одновременно... Выстреливают. И чаще всего это оканчивается летально. Но... В целом... В игре они не так уж часто встречаются. Как я уже говорил. Только вот здесь... Серьезно, два вида хитсканеров. Это вот эти вот зомби отвратительные. И не менее отвратительный пулеметчик. Ну... Благо... Разработчики здесь... Знают меру и... Хитсканеры встречаются не так уж часто. Едва ли мы их увидим. Насколько я помню. Дальше. Ну да ладно. Всем спасибо за просмотр. И всего хорошего.